Дорогие друзья, всем привет! С вами Серега Пынзе. Прямо сейчас сижу и монтирую видос. И вот такой возник у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, в Турции хамелеоны водятся или нет? Пишите, пожалуйста, комментарии. Мне очень важно это. Также хотел сказать, что данный влог про мотопутешествия, то есть перед этим в видосах я спрашивал, ребят, снимать или не снимать, написали, да, снимает, да, нравится, да, давай, давай, давай. Так что мотовлог через 2 секунды вы увидите. Я ездил на красивейшую реку с классным водопадом, поэтому смотрите все в видосе, я все нашел. Водопад нашел, саму реку нашел, так что очень красивое видео в плане природы, я имею в виду. Вот. Ну и что еще? Ну и всем приятного просмотра! Короче, ребят, хамелеон. Представляете, как пыльца? Вот он ползет. Ахили, я думал, черепаху этот-то, ящерица. Но что он так медленно? Ахренеть! Вы слышите за моей спиной звучание цикад, пение, можно так сказать. Именно отсюда начинается мое мини-путешествие. Не знаю, один день, два дня это займет. В общем, еду, так сказать, куда глаза глядят. Слева горы, справа горы, а впереди у меня одна из, так сказать, запланированных точек. Я, как условно сказал, еду, куда глаза глядят. Примерная точка у меня есть. Я хочу съездить на очень красивое озеро. Вернее, даже не озеро, а горная река. Вот. Не знаю, палатку с собой взял, останусь или не останусь, это уже второй вопрос. Смотря по состоянию, потому что жарко на улице сейчас, 32 градуса. В горах здесь чуть прохладнее, 28 градусов, поэтому посмотрим по состоянию. Здесь, вы видите, вот такой валун огромный лежит. За этим валуном там есть ручей. Вот там я уже попил и немножко остыл. Видите, такая дымка в горах. Это означает, что большая влажность. Вот видите, здесь как будто облако. На самом деле это не облако, это просто влажность очень сильная. Даже здесь немножко горы в такой дымке, так сказать. Ну, а я на своем красавце двигаюсь дальше. По дороге буду останавливаться, стараться в красивых местах. Показывается также оставлять локации. Данная локация, куда я сегодня иду, получается в трех часах. В трех часах езды от Алании. Ну, а там уже посмотрим. Может быть, заберемся и дальше. Короче, что могу сказать. На вершине гор остановился немножко. Отсвежится, так сказать. Водичка еле течет с ключа, потому что жаркое лето. Как правило, оттуда такой мощный напор. Ну, не именно здесь, потому что здесь я первый раз. Есть огромные минусы. Вот таких вот мангальных в горах, да, видите. Оборудованность мангальная. Там кучу хлама. Никто за собой не убирает. Ну, и вот такие вот приколы. Это печально, конечно, но... А что делать? Службы, наверное, убирают какие-то. Вот. А я ощущение, что где-то, если вот смотрите в эту сторону, что я где-то на Марсе. Смотрите. Горы, 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 сплошные горы. И больше никого. Мой мотик. Если не асфальтная дорога, то точно можно было подумать, что я где-то на Марсе. Там еще местами проезжал. Здесь хотя бы трава есть. А там местами проезжаешь вообще ни травинки, ничего. Итак, почти на месте. Ну, почти не считается. Сзади меня красотища. А здесь офигительный, красивый каньон. И если опустить голову вниз, вы видите речку. Вот как раз к ней и двери. Поднадрекой везде зеленый-зеленый, такие высокие деревья. Тополь, скорее всего. Вот. Вот такая красота. Вот такой каньон здесь. Шикарный. Ну, а я слез немножко размяться и попить водички. Кстати, я увидел. Сейчас покажу вам тоже. Смотрите. Видите, в скале такая... Как бы выбоина. Выбоина. Да? Вот здесь. Мне тоже плохо видно через маленький экранчик в камере. Но надеюсь, вам хорошо видно. Как говорят, это великаны прятались вот в таких штуках. Вот так вот. Вот так вот. Я на месте, друзья. Вы слышите, за моей спиной шумит река. И потом даже микрофончик идет, потому что горная река шумит очень сильно. Здесь по побережью, кстати, вот так вот смотришь, вроде слева никого. Справа никого. Но даже чуть-чуть людей видно. А на самом деле все усеяно. То есть здесь почему никого нет? Потому что здесь вот нужно такие преграды пройти. И плюс здесь мало места для кемпинга. Не кемпинга. Они жарят здесь шашлыки. Жарят, едят. Ну, конечно же, все это оставляют. Зачем забирать с собой? Ну, я уверен, что есть нормальные люди, которые забирают. А есть вот просто, как и везде, которые бросают. Вот. Я присмотрел для себя вот это местечко. Хочу здесь усесться на камень. Очень хочу разбудиться, потому что на улице очень жарко. Я ехал 36 градусов. Вы представляете? 36 градусов. У меня нет черепахи. Я еще не приобрел. Я поэтому куртку снял. И ехал вообще все время без куртки. Просто в этой кофте, короче. Так, хочу быстренько разбудиться, потому что просто ноги вареные. Просто сварились. И еще думаю, поскольку здесь купаться, ну, такое себе дело, да? Течение сильное. Вот, да и камней много. Поэтому купаться не буду, а сниму свою термуху и намочу ее. И тогда буду свеженький, свеженький ехать. Кстати, я по дороге, я не знаю, это именно парк. То есть я именно в парк заехал. По дороге очень много было диких мест, которые мне на самом деле больше даже нравились. В том плане, что там вообще никого не было. Сейчас просто камера немножко. В том плане, что там вообще никого не было. Никто не мешал. Можно было спокойно остановиться. Ну, добраться там нелегко, конечно. На мотоцикле я бы проехал. Поэтому я в обратку буду ехать. Может быть остановлюсь. Я вот смотрю через речку. Как будто постройка вот там в кустах. Причем древняя. Не видно из-за кустов. Ну да ладно. Быстренько, быстренько, быстренько. Разбуться надо. Так, пока вот так поставлю. Не разбываемся. Еще въехал в глину где-то по дороге, блин. Все ботинки грязные. Может даже ботинки сейчас помыть надо будет. Просто. Сейчас я кайфану. Ой. Опа. Ну, посмотрите на этот ботинок. Просто на дороге была грязь. Я въехал. Думаю, да ничего страшного. Так. Раз. Разбулись. И два. Разбулись. И два. И три. И что я закатываю, чтобы не мучить. Ооо. Какой кайф, ребята. Вы себе представляете. Это просто. Офигеть. Просто. Представляете, когда жарко, жарко, жарко. Сильно жарко ногам. Ну, ботинки-то мотоциклетные, так сказать, мотоботы. Они предназначены, чтобы уберечь вашу ногу, так сказать, если вы упадете или там, я не знаю, завалите мотоцикл на ногу. То есть, поэтому он, конечно же, нифига не продуваемый. Просто плотный весь такой есть. Там немножко перфорация, как видите, продувается. Но очень мало. Ну, ой-ка. Да, футболку точно сейчас намочил. В этой воде. Здесь еще где-то должен быть водопад. Я его пока не вижу. Вот я вижу, что там есть смотровая. Вот видите? Мост. Я сейчас туда пойду. Конечно же, вместе с вами. Вот. И попытаюсь найти тот самый водопад, который я видел в интернете. Ну, а с вас, конечно же, комменты, друзья. Нравятся ли вот такого вида видосы или нет? Если нет, значит, переставим снимать. Просто буду путешествовать, так сказать, для себя. Если да, то буду вот заморачиваться. Еще копты сейчас хочу запустить. Конечно же, только для вас. А я пошел майку мочить. Смогу ли я потом одеть ее? Вот что вопрос. Снять-то я снял. Да, сухая одевается хорошо. Она мокрая. Ну, попробуй. Попробуй. Ой, холодную-то водичку. Да какая красота. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас просто буду идти кирповать. Тут. Кстати, термобелье такое классное. Но его практически невозможно намочить, когда, например, дождь идет даже, отскакивает каплю. Но изнутри, когда ты потеешь, он быстро выводит влагу. И это круто. Жаль, что здесь нельзя поставить палатку. Жаль, что так много народу. Ну, я просто говорю, нужно в дикое место ехать, останавливаться. В таком диком месте там не будет и этого мусора. И там я, скорее всего, уверен, что можно поставить палатку. Единственное, сейчас костер практически по всей Турции нельзя разводить. Но газовые горелки использовать можно. Поэтому, если вы отправляетесь куда-то на кемпинг, знайте, в Турции берите с собой всегда газовую горелку. Во-первых, это проще. Во-вторых, не нужно искать вам ни дрова, ни уголь покупать, ни разжигать. Просто выключил горелку, приготовил себе, и больше времени будешь тратить на изучение территории, или на отдых, и так далее. Давай. Ладно. Такой хорошо. Класс. Я, ну, хорошо, если на мочи. Только здесь, я теперь термоку не очень удобно делать. Да, ну, какая мокрая. Да. А еще, кстати, через туннели, когда проезжаешь здесь, здесь туннели по два километра, по дороге их два километра, два-триста, три-двести самых больших проезжать уже. И в туннели холодно. Реально хоть одевай тульку. Ну, конечно, вот, я думаю, до туннеля у меня все это высохнет. 36 на улицах. До туннеля у меня примерно километров, наверное, 70 ехать. Так, на заре, я думаю, что быстро высохнет. Вау, ребята, я как будто скупался в холодном воде. Вау, просто кайф. Может, мне ботинки так на мочи. Ну, теперь дышится классно. Просто кайф. Просто кайф. Ну что, друзья, готовы увидеть красоту, ради которой я ехал сюда. Я здесь шум воды вам слышен. Хотя микрофон включил, может быть, и не так слышно, потому что шум не делается. Переворачиваем камеру и смотрим. Это просто нереально. Я только в фильмах. Только в фильмах. А это всего лишь в трех часах езды от Алани. Причем езды по красивейшим горам, по верхушкам гор. Просто нереально. Здесь очень красиво. И еще и круто сделали подход. Здесь можно вот с этим мочником пройти, а вот прям сюда. А еще вот там есть лидовая площадка. Ну, на него уже не пойду, потому что вся красота на самом деле вот здесь. А это что-то не реально. Отгадайте, пожалуйста, как называется город. И напишите, кто вообще был на таких вот местах. Место силы я назову это по-другому никак. Особенно вот эти вот, как это, как гриб выглядит просто, ну, как в сказке. Просто казалось бы, просто наверху, как бы, заросли, да? Просто заросли. А там проходит река, которая впадает вот в эту реку. То есть это две реки. Одно русло идет отсюда, второе русло сверху падает. И получается вот такая красота. Короче, можно смотреть вечно. Сейчас попробую, может быть, на Тайландсе. Тайлаб для вас тоже сделаю. Коптер тоже попробую, если меня, как бы, не заругают, посмотрят. Думаю, что... Еще не скажут, а там посмотрим. А, кстати, не показал. Здесь со всех сторон, смотрите. Здесь поменьше водопада, видите? Там дальше тоже. Вот этот мост. Вот если бы она еще канадку здесь делит, чтобы можно было бы прыгать. Очень круто будет. Вот здесь тоже. Где? Вот. Здесь тоже. Идет такой вот водопадик. Прикольный. Прям со столы лежит вода. И самое прикольное, что вот сейчас здесь, да, то есть я ехал там 36 градусов, а находясь здесь, мне очень прохладно и хорошо. Ну, понятно, что я намочил еще свое термобелье свое. Это влияет, конечно же. Ну, и сам воздух здесь прям прохладненький от воды, потому что вода прохладная. Кстати, дымчай похолоднее наш. То есть мы там вот два дня назад с детьми купались, а ночь холодная. Здесь я попробовал, но никакая холодная. Так, конечно же, возле реки, когда ты прогуливаешься, то по-любому есть какая-то конфетка. Я с удовольствием в нее зашел и, думаю, не прогадал. Посмотрите, что у меня сегодня на обед. Сейчас пообедаю. Эта рыбка, я спросил, именно здесь водится. Форель. Вот такая вот шикарная, красивая. Надеюсь, уже без костей. Ну, у нее косточки такие мелкие. Они ее ужаривают очень качественно, так сказать, для того, чтобы кости не чувствовались. Поэтому мы сейчас это вместе с вами и попробуем. Вот так. Вот таким образом. Так. Такая красота. Все-таки отличается прям свежаковая рыба. Ну, свежаковая всегда отличается. Я имею в виду, отличается рыба морская. Вот пресный. Мне нравится, что это пресный. И еще получается, что поздоровался с мужиком, потому что познакомился с ним на мосту. Он из Бурсы. Увидел, что я горячий, пытаюсь сфоткаться. Он говорит, давай, тебя сфоткаю. Ну, так. Перекинулись с основами. Он говорит, приезжай в Бурсы, там очень красиво. Типа, я вижу, что ты любишь снимать. Тебе будет очень интересно там. Так что буду теперь изучать Бурсы и посмотрю, что там реально есть и поеду. Продолжим по рыбке. Лимончика ей не хватает. Вот так вот. И единственное мало, салат. Вот он. Квашеная капуста. Малоквашеная. Вот такая рыбочка здесь вкусная. Еще думал, не сильно голодный, наверное, дальше поеду. Потом такой думаю, сейчас от реки отъеду и все. И там буду есть, сидеть, какой-нибудь кебаб или там, я не знаю. Ну, жареное мясо. А все-таки пресную рыбку с пресной, с пресной горной реки с чистой. Очень даже хочется. Поэтому, думаю, ладно, остановлюсь. Так, мне главное не забыть локацию оставить, правильно? Тому, кому нужна локация, пишите, я буду в личку тогда скидывать. Потому что, ну, не всем эти локации нужны, не все любят смотреть вот такие мотопутешествия. Тут про мотик как бы мало, здесь больше про путешествия, но все равно. Кстати, эта рыбка здесь стоит 180 лир. Можете зайти в интернете сейчас и посмотреть на свою валюту отношения лиры. Даже плавники скушать хочется, а они прям мягенькие. Офигенно. Бучок вам все времена заходит. Вот и думай теперь. Только вошел во вкус, а вроде как домой надо ехать. А можно и не ехать еще денем в другую путешествовать. И по мелким уже соскучился. Вроде только сегодня виделись. А уже мелкий звонит. Пап, ну что ты, когда вернете? Я соскучился, говорит. Поэтому сразу же сердце рвется домой. Субтитры сделал DimaTorzok. 39 градусов на улице ребят 39 это уже реально не шутки путешествие это круто но ну да нужно себя мочить потихоньку вот про то что я говорил смотрите эти капли стекают но мокнет конечно капли стекают ой Субтитры сделал DimaTorzok Итак, если ты досмотрел до самого конца, значит я хотел тебе сказать огромное спасибо. Кстати, после данного путешествия у меня обгорело здесь лицо, потому что не закрывался платком, когда ехал, то есть у меня было полностью открыто лицо, только в очках, и вся борода обгорела. Вот, в общем, что хотел сказать тебе. Огромное спасибо за то, что ты досмотрел до конца. Не забудь поставить лайк. Если не поставил лайк, можешь поставить дизлайк, если конечно не понравилось видео. Ну и подписаться на мой канал, также не забудь. Если ты смотришь, конечно же, мои видео постоянно. Если нет, тогда не подписывайся, просто иногда смотри, комментируй и так далее. В общем, с вами был Серега Пынзель. Всем пока. Увидимся в новом влоге.